Тропика 6 это крайне удивительный симулятор Омска. Вроде бы хочется делать всё для людей, но получается всё как обычно. Главная проблема игры это её цена. Хотя знаешь, что все деньги идут на бундесвер, дайте две. Итак, наше чудное маленькое государство. К сожалению, с ресурсами у нас маленькая проблема, их ни черта нету. И самое главное, ни слова про нефть. Если кто-то узнает про это, нам не поздоровится. Что обычно делают первым делом? Верно, индустриализацию. Но в нашем случае будет гипериндустриализация. Что ж, начнём строить промышленность. Итак, я сделал это. Для удобства я построил автобусный парк, чтобы жители могли быстрее добраться до работы. Правда, есть очень недальновидные глупцы, которые идут пешком на работу. Итак, как это выглядит. Жители садятся в автобус и едут навстречу к светлому будущему. Первым делом они проедут через статую великого лидера, который осуждающий смотрит. Это ты не плачешь налоги? Да-да, я знаю. Ну и не плати их. В общем, пройдя этот психологический тест, они направляются в Долину Смерти. Какие проектировщики изобрели это? Невяданная херня. Да, вы могли бы проехать напрямки, но зачем? Действуйте по правилам, большой брат следит за вами. Качество наших дорог прекрасное. Если вдруг вы ещё оживы, вас ждёт новое испытание. Знакомьтесь, мосты и близнецы. Они находятся близко, но на них сразу не попасть. Добро пожаловать на секретную военную часть, нахождение на которой карается законом. Поэтому не все выживут. Ну а те, кто выжили, добро пожаловать на вашу ненавистную работу. Рядом, если что, находится в психбольнице. Одним словом, идеальная жизнь. Естественно, нам нужно побольше работников. Расширяем город. Вот он, рай на земле. Сотня тысяч современных коммуналок. Жить, чтобы страдать, и страдать, чтобы жить. Я даже всем работу нашёл, добро пожаловать в армию. Они будут целый день красить песок в зелёный. Одним словом, ни один американец не пройдёт. Мне даже интересно, что корабли везут, ибо мы ничего не продаём. Больше портов, богу портов. Вот сколько кораблей, вот эта тема, вот это я понимаю. О, какие корабли, через постройку едут. Требую, чтобы Тропика стала первой морской державой. Да, конечно, все борты убыточные, но кому какое дело. Я думаю, мы можем ещё немного удивить мир, построив ядерную программу. Проблема в том, что нужно электричество, ноу проблем. Почему я не вижу ни одного солдата, куда они всё подевались? А, вот вы где, работяги. Сидят все в куче. Молодцы. Как говорил один великий... Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. О, деньги, мы богаты. Чтоб вы понимали, даже в таких ужасных условиях меня поддерживают. Значит, я делаю всё правильно. Автобус обиделся и начал отдыхать. И ничего не делает. У нас экология, конечно, что-то не то. Надо что-то менять. Но это не мои проблемы. Запад что-то требует, но он требует без должного уважения. Что ж, покажем, что мы думаем о них. Вперёд, на север. Автобус до сих пор обижен. Не знаю почему, но благодаря этим счетам, наше загрязнение уменьшилось. Какого чёрта? Сражались с американцами, довели китайцев. А, не, и эти против нас пошли. В бой, собаки, в бой. Вот она, наша победоносная армия. Правда, все солдаты разбежались. После этого началась великая освободительная кампания. Тропика покорила весь мир, а Эль Президент стал самым крутым. Продолжение следует...